Всем привет! С вами снова канал Техноарена. Продолжаем знакомить вас с новинками в индустрии смартфонов. Сегодня я представлю вашему вниманию обзор сравнения бюджетных смартфонов Honor 8S Prime и Xiaomi Redmi 8A. Какой смартфон лучше? Давайте разбираться. Под видео я оставлю для вас ссылки на магазины, где вы сможете найти лучшие цены на эти устройства. Подписывайтесь на канал Техноарена, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные обзоры. Ставьте лайк и пишите свое мнение в комментариях под видео. Итак, начнем. Смартфон Honor 8S Prime отличает стильный дизайн и двойная текстура задней панели. Узкая полоса гладкая и широкая полоса шершавая. Благодаря такой поверхности телефон не скользит в руках. Есть три варианта цвета – черный, синий и голубой. Материал корпуса – пластик. Корпус Redmi 8A состоит из стекла и пластика. Экран закрыт прочным стеклом Corning Gorilla Glass 5. На заднюю панель нанесена S-образная гравировка, что позволяет легко удерживать смартфон в руке. Есть три варианта цвета корпуса – синий, черный и красный. На корпус нанесено специальное покрытие, защищающее устройство от брызг. Экран смартфонов обрамлен пластиковыми рамками. Нижняя рамка обоих устройств толще остальных. На нее нанесен логотип компании. Смартфоны отличаются по размерам. Honor 8S Prime – компактный смартфон. Его длина 147 мм, ширина 70,8 мм, толщина 8,5 мм, вес 146 грамм. Корпус Redmi 8A больше и толще, длина 156,3 мм, ширина 75,4 мм, толщина 9,4 мм, вес 188 грамм. Фронтальная камера у обоих смартфонов находится в каплевидном вырезе посередине экрана. На дне есть решетка динамика. Тыловая камера устройств одинарная, есть один главный объектив и светодиодная вспышка. У Honor 8S Prime тыловая камера помещена в верхний левый угол с обратной стороны корпуса. У Redmi 8A тыловая камера расположена посередине спинки смартфона. На задней панели обоих устройств есть логотип компаний. Разблокировка смартфонов возможна при сканировании лица. Из других датчиков у Honor 8S Prime есть датчик освещенности, приближение, акселерометр. У Redmi 8A – вибромотор, датчик освещенности, приближение, электронный компас. У обоих смартфонов отсутствует NFC. Качелька регулирования громкости у смартфонов расположена на правом ребре, там же находится кнопка включения-выключения. У обоих смартфонов есть тройной слот с поддержкой двух сим-карт с отдельной ячейкой для карты памяти microSD. Он расположен на левом ребре смартфонов. На верхней грани Honor 8S Prime есть разъем для наушников 3,5 мм и микрофон. На нижней грани смартфона есть разъем для зарядки microUSB, динамик и микрофон. У Redmi 8A на верхней грани есть микрофон, на нижний разъем Type-C динамик, микрофон и аудиовыход для наушников 3,5 мм. У Honor 8S Prime безрамочный IPS LCD-экран с диагональю 5,71 дюйма, разрешением 720 на 1520 точек, соотношением сторон 19 к 9. Плотность пикселей 294 ppi. Изображение яркое, довольно четкое, хорошие углы обзора. Можно отрегулировать цветовой режим, действует режим защиты зрения, можно задать режим управления жестами. У Redmi 8A безрамочный плоский экран типа IPS LCD с диагональю 6,22 дюйма, разрешением 720 на 1520. Плотность пикселей 270, соотношение сторон 19 к 9. Максимальная яркость 400 нит. Защита экрана Corning Gorilla Glass 5. Действует дневной и ночной режимы, можно отрегулировать цветовую температуру, настроить стандартный режим и режим чтения, автоматический поворот экрана, адаптивную яркость. Honor 8S Prime работает на платформе Android 9 с оболочкой EMUI 9.0. Оболочка надежная, удобная и понятная. Действуют Google Play сервисы. Функционируют алгоритмы оптимизации работы фоновых приложений на основе искусственного интеллекта. Redmi 8A действует на Android 9.0 с оболочкой MIUI 11. Интерфейс удобный и понятный, и система функционирует стабильно. Теловая камера Honor 8S Prime имеет один объектив на 13 Мп светосилой f1.8. Есть светодиодная вспышка. Камера делает довольно хорошие фотографии, в том числе и при ночной съемке. Доступна запись видео с разрешением до 1920 на 1080 пикселей. Теловая камера Redmi 8A также состоит из одного объектива. Его разрешение 12 Мп светосилой f1.8. Также есть светодиодная вспышка. Камера создает яркие фотографии с естественной цветопередачей. Есть определение сцен с искусственным интеллектом, фазовый автофокус, съемка в HDR режиме распознавания лиц. Действует режим бьютификации с искусственным интеллектом. Доступна запись видео 1080 пикселей, 720 пикселей, с максимальной скоростью записи 30 кадров в секунду. Фронтальная камера Honor 8S Prime имеет разрешение 5 Мп светосилой f2.2. Камера оснащена фиксированным фокусом, делает яркие селфи. Качество снимков улучшается благодаря действию функции бьютификации. Фронтальная камера записывает видео с разрешением до 1920 на 1080 пикселей. Фронтальная камера Redmi 8A оборудована объективом на 8 Мп светосилой f2.0. Камера оснащена функцией бьютификации, улучшающей качество селфи-снимков. Действует портретный режим с искусственным интеллектом, HDR режим, режим распознавания лиц, есть фронтальная вспышка, можно задать таймер съемки. За производительность Honor 8S Prime отвечает 12-нанометровый четырехъядерный процессор MediaTek MT6761 Helio A22. В его распоряжении 4 ядра Cortex-A53 с частотой до 2 ГГц. Ускорить графики выступает PowerVR GE8320. За производительность Redmi 8A отвечает 12-нанометровый восьмиядерный процессор Snapdragon 439. Этот чип содержит 4 ядра Cortex-A53 с частотой до 1,95 ГГц и 4 ядра Cortex-A53 с частотой до 1,45 ГГц. Графическая подсистема включает ускоритель Adreno 505. Объем оперативной памяти у Honor 8S Prime составляет 3 ГБ постоянной 64. Конфигурация памяти у Redmi 8A 2, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ постоянной памяти. Объем памяти обоих смартфонов можно увеличить, установив карту памяти microSD. Оба смартфона поддерживают Wi-Fi 2,4 ГГц. У Honor 8S Prime передача данных осуществляется через Bluetooth версии 5.0. У Redmi 8A через Bluetooth 4.2. У смартфонов поддерживается GPS, нет встроенного NFC-модуля. Емкость аккумулятора Honor 8S Prime составляет 3020 мАч. По заверениям производителя, смартфон можно использовать целый день без подзарядки. Емкость аккумулятора Redmi 8A намного больше и составляет 5000 мАч. Еще одно преимущество у этого смартфона – наличие 18-ваттной быстрой зарядки. Я проанализировал отзывы в интернете на эти смартфоны. Начну с отрицательных. Нет NFC. Маленький объем оперативной памяти. Нет сканера отпечатка пальца. Медленная и не самая точная работа GPS. Одинарная тыловая камера. Разблокировка лицом иногда дает сбои. Приятный дизайн, корпус не скользит. Компактный, удобный и легкий смартфон. Есть отдельный слот для карты памяти. Процессор справляется с повседневной работой. Можно использовать две сим-карты и карту памяти одновременно. Очень емкая батарея. Удобный, не скользкий корпус. Удобный разъем Type-C. Сегодня я познакомил вас с обзором-сравнением двух смартфонов бюджетной категории – Honor 8S Prime и Redmi 8A. Оба смартфона по-своему хороши, у них приятный современный дизайн, есть несколько вариантов цвета корпуса. Задняя панель имеет шершавую структуру, позволяющую удерживать смартфон в руке. Экран покрыт прочным защитным стеклом. Honor 8S Prime – компактный, тонкий телефон, легко помещающийся в небольшую руку. Он подойдет для любителей небольших устройств, его можно купить в подарок родителям, его интерфейс понятен и удобен. Кроме того, этот смартфон поддерживает сервисы Google Play, значит на него можно легко установить все необходимые приложения. Тыловая камера этого смартфона мощнее, чем у его конкурента, но фронтальная камера у него слабее. Снимки на обе камеры получаются неплохими для смартфона бюджетной категории. Корпус Redmi 8A больше, толще и тяжелее, зато экран у него тоже больше. Смартфон подойдет любителям больших устройств. У смартфона приятный дизайн, неплохие камеры. Одно из преимуществ смартфона – очень емкий аккумулятор, батарея у него мощнее, чем у конкурента. Порадует пользователей мощный процессор и несколько конфигураций памяти, функция быстрой зарядки и вход для зарядки типа Type-C. По сравнению с microUSB у Honor 8S Prime. У обоих смартфонов есть разъем для наушников 3,5 мм, есть слот для двух сим-карт с отдельной ячейкой для карты памяти, но нет поддержки NFC. Какой смартфон понравился вам больше и почему? Какой вы выбираете? Напишите свое мнение в комментариях. Под видео я оставил для вас ссылки на интернет-магазины, где можно найти информацию о лучших ценах на эти устройства. Ставьте ваши лайки, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на наш канал. Вас ждет много интересных обзоров. Спасибо за просмотр, увидимся на канале Техноарена. Всем пока!